Канал Руменштайн Айнс представляет Канал часть 3 Забытая реальность Во второй части расследования о каналах мы рассмотрели два самых известных канала Панамский и Суэцкий Теперь мы рассмотрим один забытый канал внутреннего предназначения, который до сих пор не стали восстанавливать Территория нахождения этого канала спорная и восстановление этого технического сооружения не может принести значительных барышей мировым элитам Мы отправляемся на территорию Советского Союза, а точнее на полуостров Крым Вы наверняка слышали о Перекопской операции во время Гражданской войны Красные начали операцию по захвату Крыма уже 3 ноября 1920 года с очередной безуспешной лобовой атаки Перекопских укреплений 2 ноября 1920 года силы РККА овладели юшунскими позициями Белые войска начали отступление Фронт задал своим войскам дневку привести свои части в порядок и предложил Врангелю капитулировать Однако ответа получено не было Белые войска спешно отступали к портам Евпатории, Севастополю, Ялте, Феодосии и Керчи, где грузились на корабли для дальнейшей эвакуации Вот так примерно кавалерия красноармейцев преодолевала Перекоп Это видно из фантазий художника, который писал картину на заказ Картина, согласно описанию Википедии, является кадром из кино А художник долгое время оставался анонимным автором этого холста А вот так выглядит реальная картина на местности, что явно отличается от фантазий художника Заодно это что-то явно напоминает не яму, а вражную, а четко просматривающийся канал для малотоннажных судов Остатки коммуникаций технического гидросооружения тут же окрестили Перекопским валом Лишь забыв добавить тульские засеки для обороны от нашествия крымских татар Конница у красноармейцев была просто особенная Лошади были с крыльями и были способны перелететь через это препятствие Крымские татары во время осады Тулы 22 июня 1552 года подарили русским крылатых лошадей Спустя несколько веков они им пригодились, так как могли летать через Перекоп и знали путь в Крым Рассмотрим сооружение сверху с высоты птичьего полета Длина канала Перекопа составляет лишь 9 километров 200 метров Канал расположен на Черном море, что гарантирует отсутствие перепадов высот В связи с этим нет необходимости в постройке шлюзов, что могло бы увеличить стоимость объекта Пожалуй, надо обратиться к французам, чтобы именно они разработали проект нового канала в Крыму Крымский канал имеет региональное назначение, но при определенном подходе мог бы получить международный статус Об этом я расскажу позже в этом ролике, делая выводы этого исследования в конце фильма Мы снова отправимся в Северную Америку, в страну Соединенные Штаты Америки Здесь мы осмотрим канал Эри, благодаря которому деревня Нью-Йорк стала мировой метрополией Она осталась на острове Манхэттен, где спаивали индейцев огненной водой Эри – это канал в штате Нью-Йорк, США, связывающий систему Великих озер с Атлантическим океаном через реку Гудзон Разберем детально данное сооружение Длина канала от города Буфало на озере Эри до города Кохос в падение, включенный в канал реки Мохок в реку Гудзон, составляет свыше 540 километров, ширина около 50 метров Канал Эри был построен для создания судоходного водного пути от Нью-Йорка и Атлантического океана до Великих озер Канал был построен в 1817-1825 годах, после неоднократно реконструировался В середине XIX века он играл важнейшую роль в освоении внутренних районов США Так, снижение времени в пути привело к росту торговли между штатами Среднего Запада и штатом Нью-Йорк Что в том числе привело к падению цены продукта питания в Нью-Йорке А в результате падения цен на продукты питания за 10 лет население города выросло вдвое Тут-то я и обнаружил причину демографических проблем во всем мире Это дорогие продукты питания Если удешевить продукты питания, то демографические показатели улучшатся вдвое Я не стану разбирать постройку этого канала из океана к озерам в центре континента Там будут те же сценарии, что я рассмотрел на примере Суэцкого и Панамского каналов XIX век, Французы, война, несоответствие проведенных работ техническим возможностям того времени А теперь немного пофантазируем и построим сами новый канал на карте мира Где, конечно же, спросите вы Да там, где он нужен или скоро точно понадобится Россия настойчиво продвигает идею Северного морского пути Впоследствии ядерной зимы в виде полного оледенения ряда территорий Ставшими абсолютно непригодными для жизни Начали постепенно отступать А климатические условия улучшатся Нам это преподносит сейчас как глобальное потепление И намеренно пугает его последствиями На самом же деле, идея Северного морского пути Проходящего по южному побережью Северно-Ледовитого океана Достаточно перспективна и рентабельна Не забывайте, там, где должны начаться подобные стройки Появляются французы, начинается война Вмешиваются англичане и американцы После чего вкусный пирог оказывается на столе у победителей Выигравших прибыльный тренд Мы отправляемся на Дальний Восток К полуострову Камчатка Именно там должен пройти межконтинентальный путь Способный соединить континенты И увеличить объемы мировой торговли Самый короткий участок полуострова по ширине Находится на восточном побережье Недалеко от населенного пункта Ильпырская Здесь ширина полуострова составляет 94 километра Это будущий Ильпырский перешеек Идти напрямую будет сложно Но используя русло рек Протяженность канала увеличится А потоки рек придется перенаправить Длина Камчатского канала составит примерно 141 километр Мы живем в 21 веке Если наш временной отчет действительный И в нашем распоряжении есть значительные технические ресурсы и технологии При использовании землесосных снарядов с рыхлителями Возможно ежедневно извлекать огромные объемы грунта Удаление отсыпку грунта можно проводить специальными самосвалами За 10 месяцев в Египте проложили 34 километра нового русла Суэцкого канала Было извлечено 194 миллиона кубометров грунта При использовании подобных технологий На сооружение Камчатского канала уйдет минимум 5 лет И он станет частью нового Северного морского пути Рассмотрим Северный морской путь на карте мира и оценим его перспективы Длина морского пути из Шанхая в Гамбург сократится на 5000 километров Снижение времени в пути приводит к росту торговли между регионами В том случае, если каждое государство перейдет на самообеспечение И прекратит торговлю излишками на внешних рынках Что может произойти лишь в случае глобальных климатических потрясений Снабжение по морским путям прекратится Точно так же, как оно уже однажды прекратилось А необходимые для этого пути пришлось устанавливать на отдельных участках каналах Временно придется использовать запасные пути И такая альтернатива, как Крымский канал и постройка порта в Ростове-на-Дону В Дельте-Дона является запасным парашютом для логистики местного значения в Черноморском бассейне Расчистка русел рек и углубление фарватеров Сможет создать дополнительную резервную логистическую артерию Из Черного моря в Балтийское На случай прекращения поставок по Северному морскому пути Россия укрепляет свои фарпосты на протяжении всего Северного морского пути Военные посты и объекты инфраструктуры появляются на всем его протяжении У границ Норвегии, на Курильских островах, Сахалине и Чукотке Задачу обеспечения безопасности для бесперебойного прохода транспортных судов Через Северный морской путь может осуществить лишь хорошо подготовленный военный флот Недавняя посадка на мель транспортного судна в Суэцком канале Показала, насколько уязвимы узкие проходы торговых путей Гигантское судно село на мель и привело к коллапсу Суэцкого канала Важнейшего торгового пути, по которому в том числе перевозят грузы с нефтью и газом Из-за пробки, которая образовалась после того, как контейнеровоз Эвегавен сел на мель Встали по меньшей мере сотни судов Из-за подобного затора могут возникнуть глобальные проблемы в снабжении товарами и сырьем В том числе и товарами первой необходимости У нас сложилось ошибочное представление о том, что основные поставки осуществляются Из глубины материка к портовым городам Точно так же, как и расселялась наша цивилизация по планете Но у меня после исторического исследования каналов возникла другая точка зрения Я считаю, что цивилизация расселялась вглубь материков по морским путям Поднимаясь по течению рек, впадающих в океан и основывая там новые поселения То, что испанцы в конце 15 века начали колонизацию американских континентов Не соответствует действительности Так же, как и сказки о малочисленных португальских завоевателях Конкистадорах, последовавших за ними в поисках легкой наживы Все выглядит иначе Испаноговорящие захватили часть территории в Европе А за ними последовали сегодняшние португальцы А после этого нам придумали историю о том, что Колумб Америку открыл Великий был моряк А Испания и Португалия были великими морскими державами Которые даже сейчас не в состоянии обеспечить себя необходимым торговым флотом У многих вызвали сомнения описание постройки в сталинские времена Двух известных всем каналам Волгодонского и Беломорканала Один из соратников в комментариях написал Что существует также сеть каналов Сибири По которым можно попасть на Балтийское побережье Это лишь еще раз подтверждает версию о всемирной глобальной системе водоканала Вполне реально нарисовать эту систему на карте мира И оценить масштаб общих проведенных работ и затрат Для того, чтобы в очередной раз убедиться в том, что нам нагло врут Тот, кто владеет контролем на морских и речных просторах Владеет торговыми потоками, которые движутся по артериям сети мировой логистики А также значительными ресурсами пресной воды Поделитесь этим видео с близким человеком На этом все Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео Пишите комментарии и читайте комментарии Там иногда умные люди пишут умные вещи Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok